всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня у меня будет такой снова наверное шоппинг влог но всего для дома вчера мы с мужем ездили в леруа мерлен а Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Цель нашей поездки была дверь, которую я вам сейчас покажу. Я сейчас стою в гардеробной. Здесь у нас такая ниша, и мы ее немножко переделываем. Вот муж переделывает. И мы, в общем, ездили за всякими материалами сюда, в том числе за вот этой дверью. Здесь я глажу, тут всякие шалобушки мужа у меня. И то, что нужно погладить, я складываю вот сюда, в эту корзиночку. Кстати, вот так вот я выгляжу дома. Это у меня такое трикотажное платьице. Кстати, оно было куплено для того, чтобы я ходила в нем, когда была беременная. И оно, видите, такое вытянутое. Здесь такое, как сказать, такая складка для живота, которая в данный момент очень сильно подчеркивает живот. Вот, поэтому я его ношу дома удобно. Мне, кстати, кто-то говорил, что в платье ходить неудобно. Не знаю, мне очень удобно. Одел и все, и побежал. Вот. И здесь находится как раз-таки такая кладовка. Сейчас я вам ее покажу. Вот так вот она выглядит у нас сейчас. Здесь вот я планирую складывать обувь. Но, в общем, пока все вот так вот набросано. Потому что муж здесь, в общем, все немножко переделывает. Будет красить. В общем, много чего тут собирается делать. Но будет делать все постепенно. Ведь тут его рабочий стул стоит. Просил меня пока здесь ничего не убирать. И здесь вот чемоданы у меня стоят с одной стороны. Всякие рюкзаки. Дальше обувь. Но еще не знаю, как буду. Может быть, в каких-то контейнерах куплю для обуви. Может быть, как-то так оставлю, расставлю и так далее. А вот с этой стороны у меня вот такая вешалка. На которой я храню свою верхнюю одежду. Вот я уже брала осенний польт. А потому что уже холодно. Тут еще мужа есть одежда. Наверху у меня, кстати, хранится свадебное платье. Напишите, кто из вас тоже хранит свое свадебное платье. Я храню. И там вот еще у меня пледы. Ну, такие они старенькие. Ну, в общем, пока их не выбрасываю. Здесь еще тоже такая полка. Тут тоже всякого набросано. В общем, нужно все будет убирать. И здесь вот такой тоже с полочками. Но муж будет переделывать. Там вот, кстати, коробка с елочными игрушками у меня из-под подгузников. Видите, тут плинтуса. В общем, муж тут все будет красиво. Мне все сделает. Будет красота. Надо будет потом все убрать здесь. Но сейчас у меня, к сожалению, немножко приболел старший сыночек. Поэтому ничем этим я не занимаюсь пока что. Ну, плюс муж тут много чего не наделал. Ведь он тут еще пилил что-то. В общем, вот. А я глажу, получается, вот здесь в коридорчике. Вот моя парогенератор. И здесь очень плохое освещение. Вот муж, видите, тоже там провода собираются проводить. Вот. И сюда я хотела купить какую-нибудь бражку, чтобы ее включать, когда я глажу. Ну, получается, что я ничего не нашла такого симпатичного, чтобы сюда повесить как-то, чтобы сочеталось со всем, в общем, что у нас есть. И, ну, как бы с интерьером, чтобы сочеталось. Но ничего не нашла. И, кстати, вот в этих чехлах у меня находится зимняя одежда. То есть, там зимнее пальто. И вот эти чехлы я покупала в магазине все на местах. Очень-очень давно. Вот. Вот такие. Ну, классные чехлы. Мне очень нравятся. Особенно вот этот. Он для шубы. И он здесь вот с такой штучкой твердый. Очень прикольный. Ну, плюс там от моли на всякий случай от жидков всяких. И также в ванную комнату я приобрела вот такой дозатор. Он стоил где-то 350 рублей для жидкого мыла. Потому что у меня все муж и дети любят именно пользоваться жидким мылом. И, ну, в общем, удобно, симпатичненько. Так стоит. Я бы поставила его на эту сторону. Но у меня маленький, видите, тут на таком стульчике стоит и моет ручки. Он сам, поэтому стоит с этой стороны. И также мы деткам купили вот такие две лампочки. Они стоили где-то около 2000-1900 с чем-то. И выглядят они вот так. Вот таким образом. Это у меня столик младший. Вот, видите, муж, в общем, ремонт полным ходом. И второй такой же у меня для старшего сыночка. Тоже приобрели неплохие лампы. Единственное, что муж у меня поменяет саму вот эту лампочку. Потому что мы что-то с ним не подумали, забыли приобрести. Вот, которая внутри. Потому что, видите, у нас было дома только, которое желтым светом светит. И не очень ярко. Вот, в общем. Тут, видите, у меня маленький, в общем, всяким творчеством занимается. Вот, в общем. Причем творчеством на обоях. Вот, да. И вот для кухни купила вот такие салфеточки по 27 рублей. Если я, конечно, ничего не путаю. Такие симпатичные три штучки. И вот такие. Я просто не могла выбрать, какие мне больше нравятся. Взяла и такие, и такие. Как раз в основном тут, чтобы детки сидели кушали. И, кстати, вот так выглядит скатерть новая, которую я купила. И еще взяла вот такие вот силиконовые прихваточки. Не знаю, никогда у нас таких не было. Тоже что-то они там со скидкой стоили. Очень нам понравились. Потому что вот эти вот, они, как вы видите, все равно. Хоть я их истираю, все равно они уже, в общем, нужно менять. Повесили, попробуем с мамой. И тут, кстати, саночку варю компотик. И также в этом видео я бы хотела рассказать о том, как я окрашиваю свои волосы. И чем я их окрашиваю. Потому что я обещала снять отдельное такое видео. Но, если честно, я просто забыла о том, что я это обещала. И сейчас вот я покрасила волосы вот такой краской. Это тонирующая краска. То есть она предназначена для тонировки. Это не стойкое окрашивание. И обещают, что цвет начинает смываться на 24-е мытье головы. Вот с таким оксидом. 1,9%. В принципе, мне нравится результат. Но посмотрим, насколько долго все это будет держаться. У меня также спрашивали, есть ли у меня любимая краска. И какую я могу порекомендовать. Нет, пока, к сожалению, у меня такой нет. Например, есть ли краска из Тель. У меня кто-то про нее тоже спрашивал. Мне она нравится. Она действительно дает стойкое окрашивание. Но она делает волосы очень жесткими такими. Даже как пересушивает, что ли, волосы. Поэтому мне она не нравится. Ну, вот пока из того, что пробовала, не могу ничего сказать. Но после вот этого окрашивания тонирующего волосы достаточно мягкие. Как вы видите, даже блестящие. Не знаю, видно это на камеру или нет. Но мне очень-очень нравится. Так что вот такой вот у меня был небольшой снова шопинг-влог. Вообще, все уже везде подготавливается к Новому году. Это очень-очень здорово. Поднимает очень сильно настроение. Но я пока ничего не приобретала к Новому году. Думаю, что у меня все еще впереди. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Нажимайте колокольчик. Оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok